Чья земля? Еще и за свой счет. Здравствуйте, в студии Артем Тарасов. Проблема отсутствия четких земельных границ между муниципалитетом и регионом или федерацией делает заложниками прежде всего бизнес, отмечают предприниматели и юристы. Можно ли взять в аренду государственную землю и не бояться, что в любой момент город ее заберет? И что делать, если такая ситуация все же возникла? Обсудим сегодня. Тем более гость программы – начальник правового управления Донской торгово-промышленной палаты Юлия Левина. Юлия, добрый день. Здравствуйте, Артем. Благодарю вас, что нашли время обсудить эту чувствительную, в первую очередь, для предпринимателей тему. Вначале к ситуации на берегу Темирняка. На каком сейчас этапе спор? В начале этого года Ростовский областной суд признал позицию теруправления Росимущества верной. Договор аренды продолжает свое действие. Однако, не согласившись с этим решением, Департамент имущества земельных отношений города, реализуя свое право на судебную защиту, обратился в вышестоящий суд. То есть судебная тяжба для предпринимателя продолжается. Случай, как понимаю, не единичный. Как часто такие ситуации возникают в нашем регионе и в каких муниципалитетах? В Торгово-промышленной палате Ростовской области имеются обращения предпринимателей по этому вопросу. На сайте арбитражного суда региона также представлена информация о том, что имеются такие споры между теруправлением и ДИЗО в течение последних нескольких лет. Исходя из общедоступной информации, речь, как правило, идет о земельных участках, находящихся в черте города Ростова-на-Дону. Какие виды бизнеса чаще становятся заложниками территориальных споров? Есть ли здесь закономерность, что под удар попадают именно крупные производственные предприятия? По имеющейся у нас информации, арендаторы осуществляют деятельность в сфере оказания гостиничных услуг, услуг общественного питания, ресторанных услуг. При этом земельные участки, как правило, находятся в водоохранной зоне или граничат с водным объектом. Таким образом, по нашему мнению, критерием выступает не сфера деятельности предпринимателя, а местоположение границы земельного участка. Почему, в принципе, возникают такие странные ситуации, когда предприниматель арендовал землю у государства на законных основаниях, а потом город начинает претендовать на эту же территорию? Немного истории. Исключительная государственная собственность на землю возникла после революции 1917 года, когда был принят декрет о земле. Весь земельный фонд в составе СССР признавался неделимой государственной собственностью. Он не был разграничен между республиками, краями или областями. В дальнейшем, когда была запущена реформа земельная, был принят федеральный закон о разграничении госсобственности. Принят он был в 2001 году, в 2006 году прекратил свое действие. Однако при этом остался целый массив публичных земель, государственная собственность на которой не была разграничена. Для того, чтобы не тормозить гражданский оборот, было принято решение разрешить образовывать земельные участки из состава таких земель. До настоящего времени процесс разграничения государственной собственности на землю не завершен, что приводит к многочисленным нарушениям прав предпринимателей. И вот сейчас подробнее, как сегодня разграничивают государственную и муниципальную земли, много ли у нас неразмежованных территорий в регионе? Продолжение следует... Отечественное гражданское земельное законодательство исходит из принципа единства судьбы земельного участка и объекта, неразрывно связанного с ним, которые на ним расположены. Таким образом, правовой статус земельного участка во многом определяется тем, кому принадлежит здание, строение или сооружение, расположенное на этом земельном участке. При этом надо учитывать, что к исключительной государственной собственности на землю относятся земельные участки транспорта, связи иного специального назначения. Это те участки, которые заняты энергетическими объектами, объектами атомной энергии. Что касается вашего второго вопроса, в открытых источниках не имеется информации о земельных участках, государственная собственность на которой не разграничена. Такая информация отсутствует и в торгово-промышленной палате. А вот что показывает практика? Часто ли муниципалитет доказывает свое право на землю, при этом предприниматель сворачивает на ней деятельность? Да, к несчастью для предпринимателей, как правило, суды становятся на сторону муниципалитета. Мне известен только один случай, когда предприниматель продолжает свою деятельность на арендованном земельном участке после иска ДИЗО города. Следует отметить, что в этом плане ДИЗО достаточно активна в доказывании своих прав на земельные участки. Соответственно, большую активность, на наш взгляд, должны проявлять и предприниматели. В части правого обоснования своей позиции привлечения специалистов. Ну, сейчас снова вернемся к предпринимателям. Страна большая, еще много, как я понимаю, неразмежованных земель. Можно ли как-то заранее узнать, разграничена территория, которую предприниматель хочет взять в аренду или нет, чтобы не попасть в земельный передел? Любая информация об объектах недвижимого имущества содержится в ЕГРН. Это ЕГРН – это ЕГРН, сведения о недвижимом имуществе. При этом отдельного реестра с информацией именно о земельных участках, в отношении которых право собственности не разграничено Российской Федерации, я не встречала. В данном случае я бы посоветовала предпринимателю не только заказать выписку самостоятельно, это можно сделать через МФЦ, но прежде всего обратиться за помощью к специалисту, который сможет оценить информацию, содержащуюся в выписке, и риски, которые возможны в будущем. Однако ни одна консультация специалиста в данном случае не гарантирует отсутствие претензий муниципалитета в будущем, потому что признание договора аренды недействительным по указанным основаниям не находится или не стоит в зависимости от воли и желания предпринимателя. Это обусловлено действиями органов государственной власти. И, наверное, самая частая и сложная ситуация. Предприниматель несколько лет арендует землю, а город предъявляет свои права на нее. Как бизнесу здесь защищаться, чтобы сохранить рабочую территорию? Окончательное решение по спору в любом случае принимает суд. От предпринимателя зависит прежде всего выбор обоснованной стратегии. Грамотная позиция в рамках судебного разбирательства. То, что такая защита возможна, показывают пусть и единичные, но судебные акты, принятые в пользу предпринимателей. За свои права необходимо активно бороться. Судебный процесс строится на принципах состязательности и равноправия сторон. Поэтому предпринимателям необходимо более активно участвовать в процессе. Несмотря на то, что исковые заявления зачастую предъявлены к теруправлению Росимуществ, привлечение предпринимателя-арендатора является обязательным. Не всегда предприниматели активно участвуют в процессе, доказывают позицию, а зачастую оставляют это все, спускают на самотек. К сожалению, тогда результат может быть очень плачевным. Ну и в завершении, если все-таки землю предпринимателю придется освободить, отдать муниципалитету, на какую поддержку, компенсацию он может рассчитывать? При признании договора аренды недействительным земельного участка, арендатор должен возвратить спорный участок арендодателя. Если сделка была зарегистрирована в ЕГРН, соответствующее решение суда является основанием для того, чтобы изменить эту запись. Арендатор вправе рассчитывать на компенсацию возникших у него убытков, связанных с постройкой объекта и досрочным расторжением договора аренды. Однако при этом стоит учитывать, что как сам размер убытков, так и их наличие придется доказывать в судебном процессе. Причем это новый самостоятельный процесс, стороной которого, противной стороной будет выступать орган государственной власти. Судебные процессы у нас достаточно длительные. Вопрос о взыскании ущерба является сложным не только с точки зрения доказывания, поскольку предстоит доказать не только юридический факт наличия ущерба, но также его экономическую составляющую, то есть определить размер. Это достаточно сложно. Неразграниченные земли, как невидимая часть айсберга, о которой многие предприниматели не догадываются, как мы выяснили. Но знать о ней важно, чтобы прежде всего сохранить свое дело. Юля, благодарю вас за крайне актуальный разговор. Спасибо вам, Артем. Эту программу вы можете посмотреть и на сайте don24.tv. С каждым днем у нас тем все более. Меня зовут Артем Тарасов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова